Очень часто приезжала в Россию, жила и в Купченко, жила и в Давыдове, и многих других здесь, в Москве тоже жила, она ведь родилась в Москве. Три дня раньше Ангелина Сеттин-Доминик родилась, 27 октября 2017 года, Анна Юрьевна в Петербурге, 30 октября 2017 года. Но они оба занимались в Уксишинской, в Более. Да, вот удивительная судьба. И таким образом, значит, мы перейдем к этой теме очень кратко, чтобы вас не поменять. Просто мне хотелось бы исполнить несколько его произведений Максима Волошина. Я думаю, здесь нет чего-то неестественного перехода на эту тему Анны Юрьевны к Волошину, потому что я однажды и послал, записал в домашних условиях тексты разных актеров. От Пушкина, Гоголя, Рубцова и Волошина, ну, человек. Я хочу сказать, что у нас дома хранится материал очень ценный. И, несмотря на то, что мы дружим, это наш близкий друг Сахар Давыдов, сейчас живет в Канаде, который много издал. Составитель. Составитель. Ну, и вообще архивы поднимали они с Купченко, многое стало доступно широкому читателю. Что касается Волошина, одним словом, Бурли, Надежда Николаевна, с которой мы дружили, которая знала и Волошина, и дружила долгие годы с Марией Степанной Заболовской. И вот она нам однажды, вот, в нашу последнюю с ней встречу, в ее скромной квартирке в Симферополе, она нам дала папку. И эта папка у нас находится дома. Это папка, где очень много писем за многие годы Марией Степанной, Волошиной Заболовской, к ней. И ответы, там некоторые, там есть разные темы, но в основном вот такие письма, за разные годы, годы оккупации. То есть речь идет вечно о Марсе Волошине, о доме, его судьбе, о интригах, которые были уже после войны вокруг этого дома. Очень сильно. И там очень сильное свидетельство, и надо это будет издать. Просто это время, то есть я этим займусь, конечно, с Захаром Давыдовым, с другими, чтобы издали, чтобы люди прочитали. Вот такой материал. И вот просто два-три стихотворения. Конечно, у нас было большое счастье выступать в доме Волошина один раз, потом в другой, на конференции, по Крыму ездить, встречать людей и дружить с ними, которые его знали. Но когда мы оказались в Париже, первое наше выступление в христианском, русском христианском студенческом движении, в церкви на Оливье-де-Серф, эмигрантской церкви, которая была из гаража сделана. И до сих пор она существует. И мать Мария знаменитая, все это было там. Погоди, Вероника. И наше выступление первое было в Волошинской. И вот тема Парижа, которая звучала в нашем спектакле, которую мы только понаслышке, как и все люди, Париж, воображаем фильмы, литература, а тут мы оказались в Париже, пошли по этим улицам. И вот это два стихотворения маленьких, которые Волошин посвятил Марине Цветаевой, две ступени. И речь идет о Париже, о революции. И вот все эти названия, улицы Сент-Антуан, Пале-Рояль, Марли и так далее, и так далее, имена, все это мы увидели, почувствовали, прожили и иначе зазвучали, может быть, эти стихи. Вот эти два стихотворения, посвященные Марине Цветаевой, две ступени. Бурлит Сент-Антуан, шумит Пале-Рояль. В ушах звенит призыв Камиля де Муллена. Народный гнев растет, сметаясь ввысь, как пена. Стреляют, бьют в набат, в дыму сверкает сталь. Бастилия взята, предместья торжествуют. На фигур головы Бертье и Делоней, и победители, расчистив от камней площадку, ставят столб и надпись. Здесь танцуют. Король охотился с утра в лесах морли. Борзые подняли оленя, но пришли известия, что мятеж в Париже помешали. Сорвали даром лов. К чему? Из-за чего? Ни в духе лег, ни спал. И записал в журнале 14 июля ничего. 10 августа 1792-й. Достаточно двух батарей, чтобы смести эту сволочь. Слова Бонапарта. Мемуары Бурьена. Париж в огне. Король неизвержен строна. Швейцарцы перерезаны. Народ избился в вождях. Казнит и жжет. И Лафаэт объявлен вне закона. Марат в бреду и страшен, как Гаргона. Не видим Рависпьер. Жеронда ждет. В садах у тюрельи водоворот сметенных толп. И львины зев Дантона. А офицер, неведомый никем, Глядит с презрением. Холоден и нем. На буйных толп бессмысленную толочь. И слушая их иступленный вой досады, Что нету под рукой. Друг батарей рассеять эту сволочь. И еще одно стихотворение, которое Волоши написал в 20-м году в Крыму. Представляете, 20-й год, Крым. И он посвятил его в один же момент и Александру Блоху, который тогда умер. И как умер, вы знаете. И Гумилеву, Николая Гумилева, Который был расстрелян. И он написал такое святовление. С каждым днем Все дичи и все душе Мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит. Не позвать, не кликнуть, не помочь. Демен жребий русского поэта Неспредимый рок ведет. Пушкина под дуло пистолета Настоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий вынул Горько, где-то убийца, ржусь И на дне твоих подвалов сгину И в кровавой луже поскользнусь Но твоей колгофы не покину От своих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба Но судьбы не сберу иной. Умирать, так умирать с тобой И с тобой, как лазарь, Встать из гроба. И все это все равно, так или иначе, Судьбой и отца Анны Юрины Марли, Который тоже погиб, заложником его разделяли, вы знаете. И судьба вот этих людей, и Анны Юрины, Она все это знала, Но потрясающе то, что она не таила злобы. Да, удивительно. Она не таила злобы никогда. Только любовь, только сострадание. Тем более, когда война была, И когда немцы подошли к Москве, Вы знаете, потрясающе легендарную историю, Как она вся душа моя русская поднялась. Как там люди, плохо вооруженные, Плохо одеты, В таких условиях диких, Такое отчаянное сопротивление. Вся душа моя поднялась и написала этот шедевр. Смоленск! 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 Ну я принцелью, по направлению на Москву. Нет, ну да, такой себе не принцель. Нет, Смоленск! Это было в Смоленске, там все было залито. Вот и последнее стихотворение, Которые тоже у Волошина, Обо всем об этом, И об этих поколениях, И вообще какой-то непостигнутой доли России, И ее предназначение. Кто ты, Россия? Мираж, наважденье, Была ли ты, есть или нет, Омут, стремнина, головокружение, Бездна, безумие, бред. Все неразумно, необычайно.